Дорогие коллеги, очень рада всех видеть. Здесь много новых лиц, но я рада, что есть и те, кого я знаю, в том числе те коллеги, с кем познакомилась совсем недавно. Расскажу вам кратко предысторию. Просто целых три года, даже, наверное, больше я модерировала группу в социальных сетях в Фейсбуке, нашу группу «Союза переводчиков России». Соответственно, очень часто встречала там людей, которые занимаются не только той спецификой, которая является непосредственно моей деятельностью переводческой, преподавательской, но и другие опосредованные вопросы, которые также я с ними сталкивалась, поскольку эти вопросы задавали все участники этой огромной группы, в которой более трех тысяч человек, когда я последний раз проверяла, не знаю, сколько сейчас. Собственно, так я и поняла, что вопрос о жестовом переводе и о переводчике русского жестового языка очень всех волнует. В последнее время количество запросов на то в разных группах в профессиональных сетях рассказать об этом, помочь, указать, есть ли учебники, поделиться, есть ли у кого-то есть какие-то, там, не знаю, уже работающие программы. Стало все больше и больше. То есть мы потихонечку начали думать о том, что надо бы нам этот вопрос осветить, если идет такой большой запрос от участников профессионального сообщества. Собственно, на просторах сети мы познакомились с коллегами, которые сегодня являются ключевыми спикерами. Это Валентина Петровна, Алексей Евгеньевич и Елена Анатольевна. И подумали, что нужно на этот запрос общественности ответить. И сегодняшний наш круглый стол – это, собственно, рассказ об этой уникальной профессии, ну, настолько, насколько это возможно, людьми, которые в этой профессии всю жизнь. И я вам предлагаю вашему вниманию выступление Валентины Петровны Камневой. И очень, скажем так, абсолютно точно я, когда с этим человеком познакомилась, Валентина Петровна, я вам это говорила. Настолько человек душевный и родной, что можно было бы подумать, что количество регалий, которые я потом нашла в интернете у этого человека, количество подвижнических проектов, которые этот человек осуществил, наверное, могло бы как-нибудь повлиять. Но никак не повлияло. Удивительный человек. Я очень рада Валентина Петровна, что я с вами знакома. И я очень рада вас представить, что теперь с вами будет знакома вся профессиональная переводческая общественность, которая как минимум собирается здесь, на этой конференции, которую мы очень любим. Итак, коллеги. Заведующий учебной лабораторией русского жестового языка Российского государственного социального университета, член Федерального учебно-технического объединения по специальности 39.000 социологии и социальной работы, отделение сурдокоммуникации, почетный член Всероссийского общества «Глухие, прошу прощения», имеющий медали императрицы Марии Федоровны за социальное служение, орден Петра Великого, медаль МВД России за содействие России, многочисленные грамоты, награды Министерства труда и социального развития, почетный работник Министерства труда, почетный доктор наук Института непрерывного профессионального образования, председатель Московского Союза переводчиков русского жестового языка. При этом при всем преподаватель, постоянный спикер программы «Люди.Ин» популяризации русского жестового языка и социальным особенностям людей с нарушением слуха, проблем людей с нарушениями слуха. И это еще не все, дорогие коллеги. Валентина Петровна, мы очень рады, мы вас слушаем. Спасибо. Ну, прежде всего, здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые дискуссанты, потому что состав нашего круглого стола я бы хотела немножечко добавить, потому что некоторые дискуссанты скромно умолчали о своих заслугах. Например, я хотела бы отдельно сказать о Анне Анатольевне Комаровой, потому что именно Анна Анатольевна, она не просто продолжатель и дела Галину Лазаревну Зайцевой, но она еще и мощнейший исследователь жестового языка. Благодаря Анне Анатольевне проводились конференции международные по жестовому языку. Анна Анатольевна является автором сборников по этим конференциям. Анна Анатольевна переводит материалы и публикует их, материалы по жестовому языку. Поэтому я очень рада, что она среди нас. Среди нас Варенова Ольга Александровна. Ну, кроме того, что она исследователь, совершенно недавно выпустила замечательное учебное пособие. Помимо всего прочего, Ольга Александровна является одним из разработчиков модели работы переводчиков в сфере образования. Но дорогого стоит, потому что нормативных документов нет. Как она это делала, это отдельно. Мы равняемся на нее в сфере образования. Отдельно мне бы хотелось сказать о Лилии Геннадьевне и о Нечевской, потому что Лилия Геннадьевна, помимо всего прочего, она является, ну, если не родоначальником, то она первая открыла Центр переводчатских услуг в городе Москве. Поэтому дискуссанты у нас очень мощные. У нас Елена Харитонова, у нас Вячеслав Кузьмин. Это психологи-переводчики, то есть психологическую помощь оказывать человеку с нарушением слуха, неважно, там, глухой, слабослышащий, позднооглухший, без знания жестового языка, не являясь квалифицированным переводчиком, невозможно. Поэтому я искренне рада, что мы все вместе. Ну и прежде чем я начну разговор о переводчиках жестового языка, мне бы хотелось остановиться вот на чем, маленькая преамбула. Дело в том, что жестовый язык – это родной язык человека с нарушением слуха. Общепринятое заблуждение о том, что вот там ребенок с нарушением слуха будет что-то понимать. И развиваться на основании чтения с губ, оно абсолютно недостоверно и глубоко ошибочно. И это покажет наш дальнейший разговор. Причем, когда говорят, что он прочитает по губам, ну, маленькая преамбула, по губам можно прочитать, но не более 64% информации, это раз. И второе, есть звуки, которые не артикулируются, ГФК, артикуляция ноль. Более того, мы можем распознать только ту информацию по губам, которую мы знаем, которой мы владеем. Если я вам сейчас в качестве примера приведу цитату из горячо мною любимого Аркадия Бухова, рассказ «Родной язык», где есть такие фразы «Игнать идрюкал по меже». Вот кто из вас определит, что он там делал на этой меже? «Вдали мельтипела». Что там было вдали? То есть мы эту информацию не распознали. Мы этого диалекта не знаем. Равно как и в жестовом языке. Если информация незнакома, вернее, не в жестовом языке, а артикуляционная по губам, если информация незнакома, она распознана не будет. Соответственно, человек не получит информации. Перевожу ранее сказанное. «Игнать истокал на одной ноге по меже». «Вдали было весело». Ну, я могу еще там кучу таких цитат проговорить, которые распознаны не будут. Поэтому я настаиваю на том и везде говорю о том, что если ребенок не слышит, значит, родители должны немедленно изучать жестовый язык совместно. К счастью, сейчас созданы центры раннего развития, где родители и детей обучают жестовому языку, начиная с шестимесячного возраста. Ну, это преамбула. Итак, вернемся к переводчикам жестового языка. Но первое, о чем я хотела бы сказать, что жестовые языки – это естественные языки, существующие в визуальной модальности. Международными жестовыми языками не являются. Да, есть международный жестовый язык, но он был придуман Всемирной ассоциацией глухих для того, чтобы безконфиденциально обсуждать некоторые вопросы. И зарегистрировано более 170. Я ссылаюсь на Анну Анатольевну Комарову, это ее работа. Зарегистрировано более 170 жестовых языков, огромное количество диалектов, сленг и так далее, тому подобное. Ну, я хотела бы остановиться сразу на том, что есть очень частые ошибки, и я бы сказала грубые ошибки, когда говорят «язык жестов» либо пишут «язык жестов». Язык жестов – это вторичная система, встроенная в звуковую речь. То есть, без звукового языка она не информативна. Ну, например, «Привет», да, или «Пойдем». К ним же относятся к языку жестов профессиональные жесты-эмблемы, знаки, которые используют различные службы, в том числе МЧС, ОМОН и так далее, тому подобное, чтобы можно было издалека подать знак и выполнить то, что необходимо. Поэтому существенное различие – язык жест и жестовый язык. Поэтому путать это нельзя. И еще я бы хотела остановиться на еще одном термине, который меня всегда, ну, приводит в нехорошее состояние, когда говорят глухонемые. Поскольку язык, жестовый язык, очень богатый, интересный. Я всем говорю, когда начинаю преподавать жестовый язык, что первое, что спрашивают, что нужно сделать первое. Я говорю, сбегать и купить таблетки от жадности. Потому что язык очень увлекательный, очень заразительный, совершенно волшебный. Ну, я про жестовый язык могу говорить много. Но наша тема все-таки – переводчики жестового языка. И мы начинаем. Значит, равно как… Тоже это преамбула. Равно как и работа переводчика, любого переводчика с любого языка состоит, ну, как минимум из восьми операций. То к переводчику жестового языка добавляется еще и двигательная функция. То есть нагрузка на переводчика жестового языка, она выше, чем… Ну, вот так получилось. Выше, чем на переводчика иностранного языка, если можно так сказать. То есть мы и понимание речи, и формирование высказывания, и как бы формирование высказывания двоякое. То есть мы его формируем на нашем языке, а потом переводим на жестовый язык. И также слуховой двигательный контроль со стоптенной речью в процессе перевода. И обратная связь, как вы понимаете. Обратная связь тем более важна, что… Есть такая штука, как… Если человек внимательно смотрит, то охрану окружающей среды осуществляют уши. Если человек внимательно слушает, за безопасностью следит зрение. Поэтому двойная нагрузка на сохранный орган, да, то есть декомпенсация, она весьма утомительна. Поэтому, проводя мероприятие и осуществляя перевод на жестовый язык, это стоит учитывать. Но это я забежала вперед. Итак. Профессия переводчика русского жестового языка и ее истоки. Ну, для начала я хотела бы рассказать о том, что был монастырский период, когда воспитание, обучение детей с нарушениями слуха осуществляли монастыри. Он так и называется в хронализации социальной работы, монастырский период. Воспитывали монастырский период, причем, что самое интересное, они использовали метод тотальной коммуникации. То есть они использовали и жестовый язык, и вербальный язык, то есть артикуляцию. Эффект их воспитания был достаточно высоким. И это не были еще переводчики жестового языка, а потом их назвали читчики жестов. Но я хотела бы одну ремарку сделать, что Киево-Печерская лавра получила звание лавры именно за воспитание, обучение детей и инвалидов. Особенно это касается людей с нарушениями слуха. Почему я говорю с нарушениями слуха? Потому что люди с нарушениями слуха, несколько категорий, это могут быть глухие, это могут быть слабослышащие, там две подкатегории, это могут быть поздно оглухшие. И работа переводчика русского жестового языка с этими категориями разная. И переводчик должен уметь, но как вы понимаете, что любой перевод, он адресный. Поэтому мы переводим именно так, как будет понятно конкретному, ну я скажу, ну потребителю, ну клиенту, как угодно назовите, конкретному человеку с нарушениями слуха. Итак, значит, ну а становление профессии началось. Ну, во-первых, Аббад-де-Лепе, это Франция, это французский жестовый язык. Он был родоначальником французского жестового языка. И далее переводчик русского жестового языка прошел вот такие интересные этапы. Значит, 19-е столетие, несмотря на то, что был Миланский конгресс и было принято решение обучать глухих без использования жестового языка, я считаю, что это преступление. Ну, я имею право. Переводчик жестового языка, да, профессия достаточно молодая. Можно сказать, что ее появление переводчиков жестового языка относят к 19-му столетию. Да, это как раз становление отечественной сурдопедагогики, государственной системы, подчеркну, государственной системы обучения и воспитания глухонемых, тогда был этот кермин, ныне оскорбительный. По инициативе императора Павла I и вот просто всеми нами глубоко почитаемой императрицы Марии Федоровны. То есть было создано первое училище глухонемых в Санкт-Петербурге. В Россию были приглашены лучшие европейские учителя, которые владели жестовой речью. И эти европейские учителя обучили сотни российских педагогов основам сурдоперевода. И тогда именно по инициативе Марии Федоровны появились чичики жестов. И опять же по настоянию Марии Федоровны чичики жестов объединились в гильдию. Вот это было начало нашей с вами профессии. Ну и переводчик, чичики жестов существовали вплоть до революции. Ну как сейчас его называют, я не буду говорить. Все по-разному. Но когда в 1926 году было создано Всероссийское общество глухих, это означало новый этап становления профессии. В 1929 году по причине острой необходимости был поднят вопрос об организации профессионального сурдоперевода и централизованной целевой подготовки сурдопереводчиков для нужд общества. Это не случайно централизованная подготовка сурдопереводчиков именно для нужд общества. Потому что отделение общества глухих готовили специалистов для себя. Поэтому тут никакого разговора о профстандартах, о образовательных стандартах еще пока не было. Где работали переводчики? Переводчики работали в сфере образования на крупных предприятиях, непосредственной системе ВОК, в культуре. Позднее на переведении обеспечивали сурдоперевод в судах, медицинские, социальные сферы, в театре мимики и жертвы и так далее. То есть везде, где человеку с нарушениями слуха необходима была помощь, необходим был перевод. И тогда же профессия впервые была внесена в тарифно-квалификационный справочник. Кстати, я забыла сказать, что созданию целевой подготовки сурдопереводчиков и созданию сурдоперевода немалую роль сыграла Надежда Гавстантиновна Крупская. В своих работах она это указывала. У меня просто было счастье немного поработать в музее общества глухих, и там очень интересные документы. Ну и так, первая профессия была внесена в тарифно-квалификационный справочник, где были прописаны функциональные обязанности переводчика. И коль скоро разработчиками данного документа являлось общество глухих, то вот должностные обязанности были такие. Осуществляет перевод устной речи, телефонных переговоров, передач в производственных совещаниях, собрания бесед и так далее и тому подобного. Прямой перевод. Дальше. Обратный перевод. Осуществляет перевод устной речи посредством жестового языка глухих и дактилологии при общении глухих граждан. Владеет обратным переводом жестовой речи глухих граждан и дактилологии. Причем должна заметить, что обратный перевод является очень сложным, потому что присутствуют и диалекты, и сленг, и все что угодно. И переводчик должен это знать. Далее была обязанность постоянной работы для унификации жестов. То есть жестовый язык, как и любой другой язык, это не нечто мертвое, да, раз оно всегда установленное. Это язык развивающийся. Так что работа по унификации жестов именно, прошу прощения. Ну, далее участвует в кабинетах речи и чтения сгуб, по дальнейшему развитию остаточного слуха и так далее. Ну, это здорово, но как бы переводчику совместно с научными организациями проводят социологические исследования и так далее. Это все функциональные должностные обязанности. Представляет интересы глухих граждан при посещении ими разных организаций. Дальше. Организует культурно-досуговую и социально-реабилитационную работу среди лиц с недостатками слуха. Это все, конечно, здорово, но переводчик, помимо всего прочего, как вы понимаете, еще и массовик-затейник. Совместно с отделом кадров организации участвует в организации труда, эффективной расстановке глухих и слабослышащих на производственных участках. То есть он владеет вообще процессом производства, а также контролирует посещаемость, выполнение ими производственной практики, ведет документацию, проводит работу с руководителями производственных подразделений, инструктирует при обучении глухих и слабослышащих безопасным методом труда, разъясняем производственные задания и так далее и тому подобное. То есть в принципе то, что мы с вами, это еще не все, что я хотела сказать совместно с руководителями, организует работу по повышению квалификации, систематическое диспансерное обследование глухих, пополняет свои знания и так далее и тому подобное. То есть у меня складывается впечатление, что вот, я не знаю, как у вас, что агент 007 только без пистолета, то есть он и там, и там, и там, и в пиры в мир, и в добрые люди. Ну вот такие функциональные обязанности были у переводчика. Ну и дальше, что он должен знать? Это все истоки, это начало. Я не случайно это даю, потому что в силу объективных обстоятельств оно тянется дальше. Дактильный язык, методику его совершенствования, культуру, дактильный жестовый язык, культуру и полноту выполнения, постановление, распоряжение, приказы, нормативные акты и так далее и тому подобное, трудоустройство, образование, обслуживание, специальную психологию, медицинские, технические аспекты, реабилитации и так далее. Основное технологическое оборудование, принципы его работы, специализацию техов, участков, ну просто вот находка для шпиона, производственные связи, профили и особенности структуры организации, в которой работают граждане с нарушением слуха. Законодательство о труде и охране труда, правила внутреннего распорядка и так далее и тому подобное. То есть вы видите, что переводчик изначально не воспринимался как переводчик, который работает, переводит одного языка на другой. То есть он, пожалуйста, вам и массовик-затейник, он вам и прораб, он вам кто угодно. Ну и следующий этап, но я хотела бы остановиться вот на том, вот на чем. Я в свое время работала в комиссии по работе с инвалидами ВССПС, профсоюзы. И вот я хотела остановиться на том, что работа переводчиков оплачивалась, исследовалась и так далее профсоюзными организациями. От них зависела зарплата, от них зависело все. Профсоюзная же организация ВССПС, головная ее организация, они инициировали профессиональные исследования работы переводчиков жестового языка. К сожалению, после окончания постсоветства, в постсоветский период ни документов, ничего не осталось. Ну как бы вот так. Дальше следующим этапом, важнейшим этапом. Кстати, я бы хотела сказать, что важнейшим этапом стала ратификация Международной конвенции ООН по правам инвалидов. Согласно положениям конвенции, инвалиды имеют право наравне с другими признание поддержку их особой культурной языковой самобытности. Я маленький пример приведу. Международный жестовый язык. Это эсперанто, да, скажем так. Почему он не имеет такого широкого хождения? Потому что он лишен культурных корней. Хотя среди глухих людей, которые говорят на жестовом языке, очень много общего. Тем не менее, языковая самобытность каждой языковой группы, жестово-языковой группы. Поэтому и здесь написано, включая жестовые языки и культуру глухих. То есть, что важно, государство-участники должны принять все надлежащие меры для содействия, не просто содействия использования жестовых языков, но самое главное, привести в соответствие с Международной конвенцией именно законодательную базу. И вот тогда сдвинулось. Поэтому я называю это новым этапом становления профессии. Ну и, конечно, важнейшим для нас федеральный закон, статья 14 о стальной защите инвалидов в Российской Федерации, как закон, уточняющий статус русского жестового языка, определяющий его как язык общения при наличии нарушений слуха, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации. Это очень важно. И тогда переводчики перестали быть неизвестно кем. То ли дактилолог, то ли еще чего-нибудь. А именно переводчик жестового языка. Это очень важный аспект. Дальше устанавливается требование наличия соответствующего образования и квалификации переводчиков. Сортопереводчиков, тифло-сортопереводчиков, повышение качества предоставляемых услуг по сортопереводу. И самое главное, ну я могу не читать следующий абзац. Я выделила синим, что было установлено, что это расходные обязательства бюджета Российской Федерации. Здесь вот в чем соль. В том, что до этого расходные обязательства в той или иной степени исполнялись. Но если основными, основное финансирование шло по линии профсоюзов, то теперь обязательство федерального бюджета очень важно. Значит, и органы государственной власти, органы стали создавать в учреждениях условия для предоставления инвалидам услуг по переводу. Это очень важно. Ну и законодательное обеспечение деятельности переводчиков жестового языка. Это сначала конвенция, да, затем приведение законодательной базы в соответствие. Как вы, особенно закон об образовании в Российской Федерации. Дальше был приказ Минтруда ОИПРА, индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, где прописывается, мы говорим всем родителям, тогда, когда устанавливается инвалидность у ребенка, опять же переводчики говорят, необходимо прописывать, что глухому ребенку необходим перевод жестового языка, то есть сопровождение переводом. Ну и постановление правительства Российской Федерации 25.09.2007.600, номер 608, о предоставлении услуг сурдоперевода и пифлосурдоперевод. Дальше у нас гражданки процессуальный кодекс. Вот здесь у нас, конечно, возникает огромное количество проблем, потому что предоставление услуг по сурдопереводу в сфере уголовно-процессуальной, гражданско-процессуальной, ну да, мероприятия, проведенные без присутствия переводчика, ничтожны, я все понимаю, но кто будет платить, как будет платить, это отдельная песня не особо установленная. Ну и постановление правительства от 1 декабря 2012 года, процессуальные издержки и оплата переводчиков, но должна вам сказать, что есть нюансы здесь, но хотя бы это постановление правительства есть и есть переводчику на что опираться. Потому что очень часто существует непонимание того, что переводчик жестового языка это все-таки достаточно сложная работа, особенно в таких структурах, очень сложная работа, но к сожалению корабль разворачивается очень туго. Несмотря на то, что основы жестового языка, ну я бы сказала, в какой-то мере преподаются и полицейским, и реабилитологам, и так далее, но еще раз повторю, корабль разворачивается трудно. Ну естественно, ни один корабль не может раз-два и повернуться 90 градусов, хотя бы. Ну и далее. Был принят ГОСТ, это очень важно. И по ГОСТу услуги по переводу русского жестового языка имеют разновидности, обуславливающие специализацию переводчиков жестового языка. Я о чем? При получении образования. Это отдельный вид. Вы же понимаете, есть разные модели перевода, есть разная, это отдельный вид перевода, где переводчик обязан владеть дисциплиной, которую переводят. Только так и никак иначе. Дальше на получение информации в федеральных органах власти надо хотя бы уметь грамотно читать законы и так далее и уметь их объяснить. Ну и в конституционном, гражданском, уголовном, административном судопроизводстве опять переводчик должен владеть терминологией, он должен понимать, что говорит адвокат, что говорит и уметь судья и уметь это объяснить. то есть здесь как бы мы никуда от этого не денемся, переводчик должен владеть теми направлениями, в которых ему приходится переводить. Вы же понимаете, агент 007 без пистолета только, ну и суд определяет или средства одной из сторон. Дальше ГОСТ. Но ГОСТ разработан. Я прошу прощения за перепутывание слайдов, лучший враг хорошего. Я старалась как лучше, получилось как всегда. Вот. Кстати, У нас всего 4 минуты, Валентина Попетровна. У меня время? 4-5 минут, не больше. Хорошо, поняла. Тогда я быстро-быстро. Значит, технические средства для инвалидов. Переводчики жестового языка у нас идут как технические средства. Привет роботам. метрология 17-й год. Статья такая-то. Ну и дальше я под запятую. Дальше ГОСТ устанавливает разновидности. Дальше взаимоотношения. Дальше я просто стараюсь успеть. Требования к персоналу, предоставляющему услуги переводчиков. И здесь во многом во многом мы увидим те первоначальные требования, которые были тогда, когда сортопереводчики были в 26-м году и так далее. Ну и здесь подготовка переводчиков на базе высшего образования. Да, это очень важно, потому что переводчик на базе школы это не переводчик. Почему? Потому что дефицит знаний, элементарный дефицит знаний в русском языке. Нельзя выучить иностранный язык, знать его досконально, не владея своим языком. И аттестация переводчика, то есть необходимые требования для аттестации переводчика. Это тоже ГОСТ. И дальше квалификационные характеристики. были установлены квалификационные категории переводчик первой категории, второй и просто переводчик жестового языка. И дальше он должен осуществлять прямой, синхронный, обратный, достоверный прямой, обратный, обеспечивать точное соответствие по смысловому содержанию. Это очень важно. И соблюдение установленных научно-технических и других терминов и определений. Ну и так далее. Сопровождать во всей организации должен знать точно так же законы и нормативно-правовые. Дальше сферы деятельности, в которых он работает. РЖЯ как лингвистическую систему, русский язык как лингвистическую систему. что очень важно для переводчика. И на базе школы это невозможно. Переводчик должен знать диалекты, стили, терминологию, основы сурдопедагогики, дефектологии, сурдологии. Никуда мы от этого не денемся. Психологические особенности, организационно-управленческую деятельность, медико-социальная экспертиза. Здесь у меня, к сожалению, очень мало времени осталось, потому что это Ахиллесова пята многих людей с нарушениями слуха. И здесь работа переводчика передаем опыт с рук на руки. Вот говорят из уст уста у нас с рук на руки. Ну, основы реабилитационной работы, это понятно, профессиональную этику, трудовое законодательство и так далее. То есть здесь идут подголоски от тех и опять же соблюдение установленных научно-технических и других терминов определений. Это в основном идет все-таки больше требования к переводчику в сфере образования, потому что как говорят многие педагоги, дипломы у всех одинаковые, они обязаны знать термины, их понимать и так далее. Очень часто переводчик, верх-переводчик жестового языка в сфере образования работает в жестком синхроне. Причем модель перевода такая синхронно-пояснительная, то есть переводчик одновременно слушает, запоминает, переводит, поясняет, одновременно стараясь не упустить ни смысл, ни то, что говорит преподаватель. То есть как говорила Черниговская, не представляю, как они еще живы. Мост кипит. Ну и профессиональные требования к переводчикам жестового языка, это первая категория высшая профессиональная стаж работы, вторая категория высшая профессиональная, ну и просто переводчик средне профессиональное образование. Ну на мой взгляд в сфере образования могут работать только переводчики с высшим образованием, Никаких средних, среднее специальное образование это, пожалуйста, сопровождение в социальной сфере, но никак не в образовании. И специфические компетенции, организация взаимодействия, защита прав граждан с нарушениями слуха, в том числе образовательных, социально-педагогическая работа с группой, я о ней могу очень долго говорить. Во всяком случае, переводчики, работающие в сфере образования, там где нет конкретно отдельных групп для глухих, учатся одиночки и так далее, там переводчики ведут очень объемную работу и в итоге ребята интегрируются. Они учатся общаться, слышащие с глухими, глухие со слышащими. Ну и просвещение преподавателей о психологических, педагогических, социальных особенностях, не слышащих учащихся. Ну мы от этого никуда не денемся, потому что у нас есть, да, лимбическая система, где есть, значит, участочек, который отвечает свой-чужой. Очень сложно здесь разговаривать, потому что глухой, он-то внешне совершенно здоровый, поэтому на тот посыл я русским языком сказала, да, сложно здесь все. Ну переводчик есть переводчик. Переводчик это вообще не специальность, честно скажу, это диагноз. Это диагноз, потому что шашки на голове, ляжки на груди. Я не знаю ни одного переводчика, который встал ручонками, помахал и ушел. Ну как бы, ну это наше. Ну и этика переводчика жестового языка, я не буду тогда на ней останавливаться. Я единственное скажу, что профессиональная этика переводчика иностранного языка и профессиональная этика переводчика в сфере переводчика жестового языка, они во многом очень схожи. У нас есть очень много общего. Ну вот я чуть-чуть вам совершенно покажу. Организация пространства, это отдельно. Я отдельно остановлюсь на организации пространства, потому что в силу того, что люди плохо понимают, что переводчик жестового языка пришел не просто так развлечься, а они переводят на стадионах. Особенно страшные это павильоны ВДМХ, где все аукается. Идут несколько мероприятий одновременно, и переводчик жестового языка, он продирается сквозь посторонние звуки с мокрой спиной для того, чтобы можно было достойно и квалифицированно перевести. Это очень тяжело. Ну и дискуссии, презентации, когда говорят все одновременно, ну и так далее. И особое требование к свету у нас. Почему? Потому что сурдолимпийские игры в Ханты-Мансийске по периметру спортивной стадиона стоят переводчики. Игра с светом переводчиков не видно, они там надрываются, чуть руки не отрываются, головы кипят, а их не видно. С них сняли свет. Ну то есть бывают такие вещи, то есть я еще раз говорю, корабль разворачивается очень тяжело. Очень нечасто переводчику удается переводить в кабине и в наушниках. Я ничего не сказала о удаленном переводе. Это замечательная форма работы, другой вопрос, что она может быть использована не везде, в суде, например, нельзя. Но тем не менее, вот организация удаленного перевода, она дорогого стоит. То есть это как бы, ну и внешний вид переводчика у нас тоже вид. Я в черном вот тут белый воротничок себе позволила. Никаких бород, никаких украшений ярких. Буз вот так, потому что это ненадолго. Тут же при переводе отрываются серьги, которые висят, могут вместе с ухом улететь. Ну как бы, ну и лицо открытое должно быть. И обувь удобная и так далее, потому что в основном переводчик жестового языка переводит сто я. Ну я не буду растекаться мыслью по древу. Вот эти вот, повышать квалификацию, погасить конфликт, из опасной ситуации вывести и так далее. Я не могу учить вас своим докладом, потому что времени осталось совсем чуть-чуть. Я благодарю вас за внимание. Я думаю, что... Ответы на вопросы. Я многое, что не сумела сказать, но дефицит времени. Все равно обязательно оставим время на дискуссию. Спасибо вам огромное, дорогая Валентина Петровна. Даже не решалась прерывать коллеги. В общий чат написала, молчание, знак согласия. Все, собственно, согласились со мной. Мы многие здесь впервые. Да, я понимаю, что многие в курсе. У нас тут аудитория вроде бы небольшая, 18 человек. Валентина Петровна, выйти из демонстрации экрана, чтобы мы ваш компьютер не видели. Все, отлично. У нас тут, с одной стороны, специалисты, которые очень в этом разбираются, но, с другой стороны, у нас здесь специалисты, которые в этом не разбираются. Поэтому я не решалась прервать, потому что нас фактически с вами не просто погрузили. Вот мы в этой информации теперь начнем хоть как-то ориентироваться. Спасибо вам огромное, потому что каждое слово, как золото, для людей, которые ничего об этом не знают, для специалистов, для коллег, это просто курс погружения в вашу профессию. Спасибо вам большое, Валентина Петровна. А мы продолжаем, коллеги. У нас заявлено три ключевых спикера, достаточно разноплановых. И я приглашаю поделиться уже своим экраном Алексея Евгеньевича Харламенкова, исследователя русского жестового языка. Алексей Евгеньевич у нас перевозчик первой категории, преподаватель жестового языка, эксперт в этой области, директор Центрального научно-исследовательского института русского жестового языка, старший преподаватель Московского политехнического университета, автор и разработчик общедоступной электронной справочной аналитической системы, толковый лексикографический словарь русского жестового языка, почетный доктор наук и исполнительный директор Всероссийского союза перевозчиков русского жестового языка, Сурда Центр. Все сказала. Наверняка еще что-нибудь и упустила. Вот такие у нас яркие сегодня ключевые спикеры, коллеги. И мне безумно приятно модерировать эту встречу. Алексей Евгеньевич, мы вас слушаем. Добрый день, коллеги. Меня слышно, видно? Слышно, видно. Я сейчас, когда запущу свою презентацию, я просто не буду видеть уже экран, поэтому... Мы все скажем, да, делитесь экраном, мы подпроходим. Погрузится. Так, пока мелко. Презентация видна? Да, вот теперь отлично, все. Скажите, пожалуйста, виден только один слайд сейчас, да? Да, только один слайд. Ага, хорошо, большое спасибо. Так, чуть-чуть все уменьшается. Ага. Уважаемые коллеги, добрый день, очень рад участвовать в данной конференции. Представляем вам уникальнейшее во всех смыслах и удивительное явление. Это русский жестовый язык. Он и прост, и сложен, и видим, и невидим, познаванием и ревностно оберегает свои тайны. Изучать ли русский жестовый язык? Казалось бы, это риторический вопрос. Но есть большое но. Дело в том, что для любого исследователя изучение русского жестового языка – это билет в один конец. Начав углубляться в него, невозможно остановиться. Настолько это захватывающий дух и умопомрачительное удовольствие. Валентина Петровна говорила уже про таблетки от жадности. Так вот, у жестового языка есть несколько тайных наград, которыми он одаривает своих исследователей. Это погружение в огромный мир смыслов нашего родного русского языка. Внезапно открывается феерия красок, смыслов, оттенков и понятий. И второе, чем награждают жестовый язык – это развитие мелкой моторики. Ведь давно уже установлена связь между ней и колорой головного мозга. Увеличивается ясность, глубина и скорость мышления. Именно поэтому я и повторяю – это билет в один конец. Милости просим, товарищи. Ждем вас. Так вот, да, жестовый язык – он для глухих. Но сколько их? Как ни странно, но официальные статистики, цифры в ней отличаются на два порядка. Я не оговорился не в два раза, а именно на два порядка. По данным последней переписи населения, владение русским жестовым языком глухих указали 121 тысяча человек. С точки зрения социальной системы, глухие признаются инвалидами. Инвалидность присваивается медико-социальной экспертизой. Но бюро МСЭ выдают заключение об инвалидности и при этом не фиксируют в своих бумагах причину ее присвоения. Следовательно, в официальных статистических цифрах этих данных нет. Поэтому можно опираться на данные Всемирной организации здравоохранения. Они гласят следующее. Жестовый язык Отсюда проистекает его вторая главная особенность. Он не имеет письменной фиксации. Главная проблема письменности – это плоскость и статика. А жестовый язык – это объем и динамика. Их не удается совместить. Глухие – для них родной язык жестовый. И думают они на жестовом языке. И здесь для неспециалистов ловушка слов. Ловушка понятий из-за того, что язык называется русский жестовый язык. Значит, он русский, только чуть другой. Нет, это не так. Почему об этом чуть дальше? Но вывод из этого тезиса в том, что фактически в России есть многомиллионная социальная группа, для которых русский язык – неведомая тайна. Жестовый язык, с точки зрения законодательства, является самым молодым. Впервые он упомянут в законодательстве в 1995 году как средство межличностного общения. И лишь в 2012 году его статус поднят. Ошибочно при этом считается, что русскому жестовому языку присвоен статус государственного языка. Нет, это не так. Прямая цитата из закона на экране. Об этом уже говорила Валентина Петровна. Но что она обозначает? Государственного статуса нет. Но определена сфера. Везде, где государственный язык используется устно. Отсюда вывод. Если государственный язык в письменной форме, то переводить его на жестовый язык не требуется. Это с точки зрения законодательства. Почему? Ответ тоже прост. Потому что все граждане, и глухие в том числе, обязаны знать государственный язык. Это закреплено через систему федерально-государственных образовательных стандартов. Следовательно, любой гражданин, и глухой тоже, после окончания школы, обязан понимать письменную форму государственного языка. А вот в том, что он не может, в устной сфере. Там государство и обеспечивает помощь. Перевод на жестовый язык. В обществе хранителями языка выступает его самая образоводная часть. Сохраняющая и развивающая его. Вопрос. Кто является носителем жестового языка? Обиходное мнение отвечает. Разумеется, глухие и только глухие. Да, глухие, но не только. И далеко не все глухие. Вот что говорит по этому вопросу Марко Йоккинин, экс-президент Всемирной Федерации Глухих. Кстати, статью, с которой я сейчас буду цитировать, как раз и переводила Анна Анатольевна Комарова, за что и отдельное спасибо. Так вот, цитата. В Финляндии также много носителей жестового языка, чей родной язык не является жестовым. Это члены семей глухих, специалисты, переводчики жестового языка и другие люди, использующие жесты в своей работе. Конец цитата. Таким образом, носители жестового языка разделяются на две категории. Носители жестового языка, чей родной язык – жестовый. И второе. Носители жестового языка, чей родной язык – любой другой не жестовый. Это мнение специалиста с мировым именем. Но на данную тему в России есть и нормативная база. Это правила стандартизации PR 50.1.027-2014. Правила оказания переводческих и особых видов лингвистических услуг, которые вводят термин «носитель языка». Носитель языка – представитель языковой общности, владеющий нормами языка, активно использующий данный язык, обычно являющийся для него разным, то есть необязательно, в различных бытовых, социокультурных, профессиональных сферах общения. Таким образом, переводчик русского жестового языка однозначно признается «носителем жестового языка». Почему? Потому что он владеет нормами языка. При этом, если глухой не владеет нормами жестового языка, то он не может быть признан, с точки зрения законодательства, «носителем жестового языка». Теперь, когда мы кратко обозначили сопутствующие, но необходимые вопросы, позвольте перейти к основной части, наиболее интересной и при этом трудной одновременно. Основной лексической единицей в жестовом языке является жест. Жест конкретен. Он отображает общие и существенные признаки предметов или явлений. Например, жест «дом». Он изображает двускатную крышу, без которой дом немыслим. Обратимся к учебнику логики. Описание понятия гласит. Понятие – это мысль, которая отображает общие и существенные признаки предметов. Существенным признаком предмета называется тот признак, который выражает коренное, наиболее важное свойство предмета. Если существенный признак отсутствует, то предмет перестает быть данным предметом. Понятия отражают сущность вещей. Они имеют характер всеобщности. Очевидно, что по своей сути жест родственен понятию. Отсюда проистекает и такое явление, как вариативность жестов. Поскольку понятие может содержать несколько общих и существенных признаков предметов или явлений, то и с помощью жестов они могут быть выражены по-разному, передавая при этом одно и то же понятие. Таким образом, будет справедливо дать следующее определение жесту. Жест – это пространственно-кинетическое выражение общего и существенного признака предмета или явления и равнозначен по своей сути понятию. Таким образом, жест – это пространственно-кинетическая форма выражения понятия. Из этого определения проистекает вопрос, как, какими способами словесно выраженные признаки переводятся в пространственно-кинетическую форму. Таких способов четыре. Изображением руками общего существенного признака предмета или явления. Переведем теперь все вышесказанного с научного на человеческий. Представил и изобразил. Такое определение жесту, как лингвистическая единица, дано впервые в учебнике «Русский жестовый язык. Начало». И это определение фундаментальное. Оно позволяет выстроить, понять и понять лингвистику жеста языка. Из осознания этого понятия проистекает и понимание такого явления, как вариативность жестов, о которой я уже упоминал. Появляется критерий оценки верности или неверности жеста или его применения. До формулирования определения жеста невозможно было аргументировать некорректность жеста или наоборот привести аргументы в его пользу. И столько, что сказано, следует, что сформулировались критерии для аргументов в традиционных спорах о верности или неверности того или иного жеста. До сего момента фактически единственным аргументом в таких спорах, любимых нами, было личное предпочтение и критерии. Все так говорят, но не было возможности соотнести жест как лингвистическую единицу иного языка и то понятие, которое с его помощью пытаются передать. Теперь такие критерии есть. Они исходят из способов перевода существенного признака понятия в пространственно-кинетическую форму. Нужно провести для этого оценку существенного признака понятия на предмет формы и объема, физического свойства, движений и выполняемой работы. И ответить на вопрос, что из этого показывает жест. Если жест невозможно сонести ни с одним из свойств существенного признака, то можно утверждать, что жест подобран неверно, потому что он не отображает свойств существенного признака понятия. И наоборот, если отображает свойства признака, значит жест подобран верно. Исключением из этого правила являются абстрактные жесты. В мире все предметы и явления всегда имеют несколько существенных признаков. Какой из них трансформируется в жест? Еще вопрос. Часто отдельные существенные признаки разных явлений схожи или одинаковы. Что делать в этом случае? Ответ прост. Для трансформации в жест используют самый уникальный признак. Другой вопрос. Только ли одним жестом можно изобразить явление, имеющее несколько существенных признаков? Конечно нет. В этом случае жестом показывается то, на что здесь и сейчас хочется обратить внимание. На чем делается акцент для передачи смысла. Это и есть та самая вариативность жеста языка. Разные жесты для разных признаков одного понятия верны. Руки – наш уникальный инструмент, данный нам Богом. Руками мы создаем то, что воображаем. Соответственно, мы можем вообразить то, что делаем руками. Иконичность – одно из самых ярких и самых заметных свойств жеста языка. На него обращается внимание в первую очередь при знакомстве с этим удивительным языком. Иконичность – то единственное свойство жеста языка, которое позволяет перевести на жесты язык новое понятие фактически новым жестом. А слушающим, то есть тому, кто воспринимает жестовую речь, данное понятие сразу осознать. И это происходит тем успешнее, чем точнее передан существенный признак этого нового понятия. Иконичность и абстрактность – это два полюса одной шкалы. И каждый жест располагается на ней, смещаясь от одного полюса к другому, в большей или меньшей степени выражая эти два свойства. Не существует абсолютно иконичных жестов, но могут быть абсолютно абстрактные жесты. Также замечено, что по шкале иконичность-абстрактность жесты могут перемещаться с течением времени в сторону абстрактности. Обратного движения не наблюдается. Замечено, что чем шире в среде глухих распространено понятие, передаваемое жестом, чем глубже происходит проникновение сознания глухих в его смысл, тем более абстрактным становится жест. Увеличение степени абстрактности можно считать взрослением жестового языка. Абстрактные жесты всегда условны. В них нет графического признака отображаемого понятия. Часто они передают термины или имена собственные. Все, что было сказано выше, является обоснованием мысли, что жест – это не слово. Жест выражает конкретное значение одного слова. Отсюда и проблема, о которой мы сказали выше. Глухие думают на жестах. А поскольку жест однозначен, то есть содержит одно понятие, то такое явление русского языка, как многозначность слов, метафоричность, инсказательность русского языка, для глухих – тайна за семью печателя. Отсюда и проистекает незнание глухими государственного языка. У нас есть еще много слов, которые хотят быть произнесенными, но мы заканчиваем дозволенные речи. Благодарим вас за внимание и ждем ваших вопросов. Спасибо. Спасибо огромное, Алексей Евгеньевич. Коллеги, вы, наверное, в курсе, что вот эта конференция, она не просто совмещает разные форматы, но еще и является форматом повышения квалификации. Вот я сижу в течение всего этого часа на данный момент и просто ощущаю, как стремительно повышается моя квалификация. Столько нового. Спасибо вам огромное. И у нас сегодня еще один ключевой спикер, еще с более интересным сообщением. Я вам представляю Елену Анатольевну Харитонову, магистрантку, согласно новым веяниям, кафедры логопедии Института детства Московского педагогического государственного университета по направлению специальное дефектологическое образование. Логопед, дефектолог, сурдопедагог, переводчик жестового языка первой категории, заместитель председателя Московского союза переводчиков жестового языка по связям с общественностью. Елена Анатольевна, мы вас слушаем. Меня слышно. Да, слышно. На демонстрацию экрана. Все видно. Если бы еще левый столбик убрать и сделать фулл-скрин, полный экран, было бы совсем хорошо. Да, отлично. Я сегодня выступаю. Времени у нас осталось не так много, поэтому я постараюсь быть краткой. Так, поближе микрофон, Елена Анатольевна. Поближе микрофон, не слышно. Так, слышно, лучше. Да, вот так гораздо. Так. И тема, с которой я сегодня выступаю, это особенности перевода в судебно-правовой сфере. Начнем с того, что мы будем использовать понятие судебный перевод, так как оно гораздо более объемнее, чем понятие юридический перевод. Объясню почему. Потому как включает не только перевод в сфере юриспруденции, но и в любых иных областях науки, деятельности, общественных отношений и является видом языкового посредничества между субъектами социальных отношений, владеющих общим языком коммуникации. Объясню простым языком. Когда переводчик выступает, например, в судебном делопроизводстве, в сфере его знаний должны присутствовать не только юридические науки и навыки юриспруденции, но также и другие сферы, которые могут потребоваться для перевода. Рассмотрим законодательную базу «Теорию». Это статья 59 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о том, кто же такой переводчик и в качестве кого мы можем привлечь переводчика. Переводчик – это лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим кодексом. Решение об этом выносит следователь-дознаватель либо судья. О чем я сказала, определяется статьями 169 и 263 настоящего кодекса. Теперь рассмотрим комментарии. Процессуальным основанием привлечения переводчика является соответствующее постановление дознавателя-следователя либо судьи. Переводчик может быть назначен из числа предложенных участниками процесса лиц. И при производстве по уголовному делу выполнение лицом функции переводчика несовместимо с его участием в качестве другого субъекта уголовного процесса. Никто из участников уголовного судопроизводства не вправе подменять переводчика. Сейчас я объясню, для чего я вам это все рассказываю. Так как у нас круглый стул, и многие из моих коллег участвовали, либо знакомы с этой сферой, хотелось бы обсудить проблемы, которые возникают при работе переводчиков именно в судебной системе. Судебные не только суды, а также органы следствия, дознания и другие органы внутренних дел. Права переводчика, с которыми вы можете ознакомиться на слайде, также видны. И пункт 6 гласит то, что правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющие навыками сурдоперевода и приглашенные для участия в производстве по уголовному делу. Теперь рассмотрим требования, которые предъявляются к судебному переводчику. Профессии судебный переводчик в России не существует, как и специальных присяжных переводчиков, которые существуют во многих странах мира. С работой в суде справляется лингвист-универсал, владеющий их устным и письменным переводом. Как правило, в зале суда переводчик использует последовательный перевод или синхронный перевод. Для точного перевода в суде важно подобрать специалиста, знакома с юридической терминологией и имеющего языковые знания в нужной области, в зависимости от специфики дела. Хотелось бы добавить, как уже говорила Валентина Петровна, что переводчик, особенно переводчик жестового языка, особенно в уголовной сфере, в сфере судебных дел, должен знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические документы по направлению сферы деятельности, в которой осуществляется перевод, а также русский жестовый язык как лингвистическую систему, русский язык как лингвистическую систему, диалект и стиле русского жестового языка, основы сургопедагогики, дефектологии, сургологии, психологические особенности лиц с нарушением слуха. Почему это важно? Это важно для того, чтобы был установлен контакт с субъектом перевода, для которого осуществляется перевод. Кроме того, качественный перевод в рамках следственных действий или рассмотрения дела в суде невозможно без знания хотя бы основ законодательной базы Российской Федерации. Для того, чтобы переводчик смог объяснить, грамотно перевести и донести то, что излагает следователь, дознаватель, либо судья, он должен понимать, о чем идет речь. И здесь у нас стоит вопрос о компетенциях переводчиков не только жестового языка, но и других переводчиков в сфере судебно-правовой системы. Далее мы поговорим про оплату услуг переводчика. Как говорила уже Валентина Петровна, постановление от 1 декабря 2012 года 12.40 утверждено положение о возмещении издержек, связанных с судопроизводством, с производством по уголовному делу и так далее. И интересный момент. Размер вознаграждения выплачиваем переводчику. Здесь приведены примеры разных языков. Я думаю, будет тоже интересно посмотреть. И жестовый язык считается одним из редких языков. И его стоимость не более 1000 рублей в час за судоперевод. После вот этой всей теоретической части я хотела бы обозначить проблемы, с которыми сталкиваются как переводчик жестового языка, так и сотрудники органов внутренних дел, когда они сталкиваются с данной проблемой. Первое – это своевременность оказания переводческих услуг. Что это значит? Очень часто, когда возникает необходимость для работы переводчиков жестового языка в органах внутренних дел, сотрудники просто не могут найти вовремя специалистов, потому как это очень ответственная работа, она очень энергозатратная и очень сложная. И очень часто переводчики попадают в процесс уже начиная не с самого начала. Объясню, почему. Когда, например, задерживают человека, будь то подозреваемый, либо произошло какое-то происшествие, проводятся предследственные действия, ознакомления, задержания и так далее. Очень часто на этом этапе переводчик не принимает участие, потому как не всегда сразу понятно, что необходимо, что необходим переводчик жестового языка, также могут изъясняться с помощью письменных средств, что в дальнейшем вызывает определенные трудности при работе переводчика и при проведении различных мероприятий. Ограниченное количество времени. При работе в суде переводчику необходимо практически одновременно с судьей переводить на жестовый язык протокол, который зачитывает судья. И очень часто это делается в быстром темпе. И хотя в правах переводчику указано о том, что он может останавливать членов процесса и просить повторить, очень часто это не выполняется. В связи с ограниченным временем необходимо очень быстро перевести огромное количество информации, которые включают в себя термины, терминологию, статьи и так далее. Если перевод не будет осуществлен качественно, человек с нарушением слуха, который является субъектом процесса перевода, он просто не поймет то, что было сказано. Специфика субъекта перевода. Опять-таки, субъектом перевода является человек, для которого необходимы услуги переводчика жестового языка. Очень часто этого человека переводчик видит впервые. И не всегда сам субъект перевода владеет жестовым языком, что вызывает также трудности перевода при проведении различных мероприятий. И очень часто сложно установить контакт. Но, как было сказано выше, в теоретической части субъект перевода может отказаться, либо написать хотелатайство о переводе и о замене переводчика. Реализация прав переводчика, о которых я говорила выше. То есть переводчик может остановить, попросить разъяснений, попросить дополнительное время на ознакомление с документами по делу, по которому он является переводчиком. Но самый главный такой сложный момент – это, наверное, оплата услуг. Как уже поднимала ранее этот вопрос Валентина Петровна, услуги оплачиваются федеральным бюджетом. Но для того, чтобы пройти все этапы и собрать всю документацию, уходит очень много времени. И очень часто переводчики получают оплату спустя долгое время после проведения различных мероприятий. Поэтому этот вопрос хотелось бы также обсудить с коллегами, кто участвовал в различных судебных делах, различных юридических направлениях и кто сталкивался с этим. Потому как эти все сложности требуют решения и на законодательном уровне, и каких-то обсуждений среди нас, среди коллег. В оправдание сотрудников органов внутренних дел хочется сказать, что в соответствии с законом от 30 ноября 2011 года о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и о изменениях, которые были внесены, сотрудники органов внутренних дел, замечающие отдельные должности в органах внутренних дел, обязаны владеть навыками русского жестового языка в объеме определенным федеральным органам исполнительной власти. Сотрудник обязан владеть знаниями общих основ теории перевода, знать русский жестовый язык, лингвистическую систему и стили, включая терминологию, в соответствующей сфере применения русского жестового языка. Сотрудник должен уметь осуществлять прямой перевод устной речи посредством жестового языка для лиц с нарушением слуха, владеющих русским жестовым языком, а также обратный перевод. Сотрудник обязан обеспечить соответствие перевода устной речи на русский жестовый язык по смысловому содержанию и соблюдать установленные термины в области права при осуществлении перевода. Вот такой интересный закон, который, к сожалению, исполняется частично на территории Российской Федерации, но я поняла, я уже заканчиваю. Но, тем не менее, сейчас есть профессиональный центр подготовки, переподготовки квалификационных кадров Министерства внутренних дел, которые реализуются, реализуются эти программы. Сотрудники обучаются жестовому языку и учатся, но, к сожалению, не всегда этого объема оказывается достаточно для перевода. Старалась рассказать все кратко, на этом я заканчиваю. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Будем. Можно вопрос? Есть у нас время? Да, пока есть, да. Вопрос вот у меня такой. Я участвовала... Сейчас у нас была в Петербурге конференция с Татьяной Владимировной Черниговской. И там по поводу жестов и музыки, языка. Я филолог, я занимаюсь герминевтикой больше. Вот у меня такой вопрос. Мне иногда кажется, но это как бы с поэтической точки зрения, что жест дает больше информации. Так же, как музыка иногда, кажется, дает больше информации. Там больший спектр возможностей. Но поскольку жесты в вашем докладе связаны с такими очень сложными вещами, да, это люди, у которых есть определенные трудности, вот с этой точки зрения, можно ли смотреть на жест наоборот, как на что-то, что дает большие возможности? Или это как бы как компенсаторские стратегии? Потому что то, что вы говорили, перевод как бы компенсирует вот традиционный неправильный взгляд, что отклонение — это то, что и в первом докладе это прозвучало очень сильно, потому что вот все усилия направлены на слом вот такой неправильной традиции. Поэтому вот до какой степени можно сказать, что жест наоборот дополняет? Или это было бы как бы не совсем правильным таким взглядом? Спасибо вам огромное за вопрос. У нас тут есть, я слышала об этой конференции, даже вот Елена Викторовна только что с нее вернулась, прилетела с этой конференции. Поэтому все мы ходим одними тропами, очень приятно. Кому конкретно вопрос? Я так понимаю, не третьему докладчику, а всем сразу, правильно? Да, да. И вот по поводу... Коллеги, определитесь, кто ответит. Да, да. И по поводу иконичности. Вот вы сказали, что жест, он чем более... Это второй был доклад. Чем более абстрактный, чем более продвинутый. А ведь в языке очень много исследований, что последняя и музыка, и язык, что это иконическое. Она иконична, язык иконичен. Это традиция только говорить, что он символичен, там, по сосюру. А как бы вот современные исследования языковые, что язык очень иконичен, и жест, соответственно, имеет больший статус современный или нет? Вы бы так не сказали. Можно я тогда второму докладчику адресую? Хорошо. Позвольте тоже ответить на вассибирску. Я могу ответить, да, с удовольствием. Да, это общее, это были скорее комментарии и благодарность, конечно. Коллеги, у нас еще два дискуссанты заявлены, тоже с очень интересными дополнениями. А позвольте автору учебнику по лингвистике жестового языка ответить на вопрос поставленный. Алексей Евгеньевич ответит. К нему поступил вопрос и конкретно ко второму докладчику. Алексей Евгеньевич, ответьте, пожалуйста. Давайте по порядку, коллеги. Ну, здесь в данном случае иконичность, это имеется в виду с той точки зрения, что жест, вот если, вот про тот же самый дом, который я в качестве примера приводил. Вот, вот, к примеру, велосипед показывается в движении педалями. Вот, имеется в виду в данном случае. То есть это модулирование той работы или того образа, объема, которая выполняется. А вот есть, допустим, жесты, которые, это, кстати, тоже нюанс такой, очень большая вежливость жестового языка. Есть зашифрованные жесты, очень абстрактные. Вот, например, вот такой жест. Вот. Его не слышат, точнее, слышащие, кто не касается жестового языка, никогда не поймут, что это об очень деликатном вопросе речь идет. Я не буду сейчас его озвучивать, но, то есть, жест абсолютно абстрактен. Он не имеет никакой связи с тем смыслом, который он содержит. И чем больше глухие понимают смысл, тем больше, ну, по крайней мере, скажем так, по моим наблюдениям, уходит непосредственно какая-то работа или рисунок, жест остается более компактным, более лаконичным. Вот, допустим, такое понятие, как специально. Специально. Он вообще фактически создан из двух букв. Вначале дактилировалось слово, потом оно все сокращалось. И глухие это прекрасно понимают. Они это понятие освоили. Оно прекрасно у них в сознании существует. И жест стал совершенно абстрактным. Вот с этой точки зрения. Спасибо. Коллеги, у нас здесь заявлены еще комментарии. Мне бы очень хотелось, чтобы вы послушали, потому что Вячеслав Вячеславович, у нас кандидат психологических наук, Кузьмин, переводчик русского жестового языка первой категории, психолог. Я знаю, что вы хотели заявиться с комментариями, Вячеслав Вячеславович. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Откуда данные, что я хотел заявиться с комментариями? Ну, в программе у нас такие данные. Как интересно. Это указано как дискуссант, круглый стол предполагает. Что касается вопроса данного, который прозвучал, может ли действительно жест передавать один смысл или много смыслов? Здесь я приведу очень простую историю. Например, про то, что рано утром там поднялось солнце, я могу на жестовом языке сказать двадцатью разными способами. Действительно двадцатью. И переводя на русский язык, это будет одна и та же фраза. На жестовом языке, чем он интересен? На нем можно действительно обычные наши понятия выражать с различной амплитудой, с различным характером, с различными какими-то особенностями. Именно поэтому в жестовом языке есть такая вещь, как чтение стихов на жестах. Понятно, что на жестах нету рифмы, нету вот этого окончания, которое должно совпадать. Есть такая вещь, как жестовое пение, которое очень нравится во многом людям, которые жестового языка не знают. Но когда они видят эту историю, они понимают, что они даже лучше поняли текст, чем когда они его слушали просто так. Такая особенность у нас присутствует. Здесь я, конечно, хочу сделать небольшую ремарку о очень многих исследованиях. Дело в том, что жестовый язык сам по себе, он достаточно стихийное образование, которое развивалось и росло само зачастую без какого-либо контроля. И нам, многим переводчикам, известны те случаи, когда в изолированных историях люди изобретали свой жестовый язык. Но более того, мы все знаем, что жестовых языков существует много. В свое время я залез и поизучал жестовый язык североамериканских индейцев, удивительно похожий на наш. Но при этом такие вопросы, как вопросы грамматики, вопросы правильности применения тех или иных историй, это действительно вопросы, которые все еще находятся на рассмотрении и многие парадигмы жестового языка определяются до сих пор, до сих пор могут быть не определены. И это вот, собственно, все, что я хотел сказать относительно того, что сегодня уже заявлялось. раз-два-три-два-два-три. Здравствуйте. А позвольте Новосибирску сказать тоже пару слов. Вот я хотела, как раз очень вы хотели, я как раз думала, почему вы не сказали. Да-да-да, пожалуйста, коллеги. Я только подождите, вот хотела, чтобы Нина, я не вижу отчество, к сожалению, Нина Щербак. Представьте, пожалуйста, кратко. Нам важно познакомиться. Да-да-да, я Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры английской филологии и лингвовой культурологии. Нина Феликсовна Щербак меня зовут. Вот, и вопрос прозвучал. Очень приятно. Вот у меня было несколько очень важных моментов. У нас ведь есть традиция русская, она очень строгая, и она такая христианско-православная. Западная более толерантная позиция, но вот здесь вот первый доклад, он же был на эту тему, до какой степени вот как бы это приятие, что норма, что не норма. Там такое количество пластов внутренних очень важных, поэтому я боюсь отнимать ваше время, я просто очень хотела вас поблагодарить. Запишите, пожалуйста, это в чат, потому что понятно, что за полтора часа мы не успеем, но сейчас все эти вопросы зафиксируем. Тут в чате было пояснение Анны Комаровой, я прошу прощения отчества, я еще вас не всех знаю. Анна, Анна. Да, Анна, пожалуйста, вот вы там внесли. Нет, это очень важно, это очень важно, вы спрашивали про возможность передачи информации. В принципе, жест можно передать за одну секунду, два-три жеста, но не это важно, не скорость важна, а важен объем информации, который можно передать в 3D пространстве. Жестовый язык – это многоуровневая система, нелинейная. Как бы быстрее я ни говорила на любом словесном языке, я не могу произнести два слова одновременно, но в жестовом языке я могу это сделать, я могу за один промежуток времени, за очень короткий период одновременно дать целую картину мира. Понимаете, это первый вопрос, потому что связано с… Иероглиф такой, да, получается? Да, безусловно, то есть это возможность использования, передачи нескольких понятий одновременно. И именно поэтому, наверное, жестовый язык такой завораживающий. Это может быть связано с тем жестовым пением, о котором мы говорили. Но на самом деле на жестовом языке можно писать стихи, можно писать стихи и рифмуется там не словесные языки, а рифмуется либо форма руки, либо рифмуется положение тела, где показывается жест с правой стороны, с левой стороны. Это удивительное искусство, и оно очень сложное. Оно совершенно не связано со словесными языками, с государственными словесными языками страны, в которой вы находитесь. Жестовое пение – это своего рода, когда мы пытаемся перевести русские жесты, это бывает своего рода такой пиджин. То есть мы под русские слова подставляем жесты, и от этого все слышащие девочки обычно балдеют очень сильно, и всем очень нравится. Это да. Ну, это был мой вопрос, если я сейчас буду дальше говорить, я не остановлюсь никогда, я знаю, что Ольга Александровна тоже будет. Ну, все равно спасибо вам огромное, потому что я слушаю, как человек, занимающийся творческими решениями в переводе, для меня открылась просто новая вселенная. Спасибо вам за это. То есть это еще и творчество, нам кажется, что мы должны какой-то стремиться стандартизации, а тут именно в силу стандартизации языка, такое просторное творчество. Нет, глухие не инвалиды, они абсолютно полноценные люди, абсолютно нормальные. В первую очередь надо обращаться к глухим, потому что именно глухие из семей глухих – это те, которые владеют mother tongue, родным языком. Вот они именно истоки, они основа, они несут традиции передачи с поколения в поколение жестового языка. Вот они, самое главное, и на них надо ориентироваться. И поэтому я лично вообще, как любой лингвист против стандартизации, чем больше разнообразен, чем разнообразен язык, тем он интереснее. И, в принципе, обращаться, конечно, по вопросам именно правильно, неправильно, норма – это не норма, нужно именно… К восемнадцатому веку надо обращаться. Нет, 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 мы люди гибкие, понимаете, не восемнадцатый век, потому что жестовые языки действительно очень молодые языки, русскому жестовому языку можно насчитать, пожалуйста. Коллеги, нам нужно просить организаторов запись нашего круглого стола нам отдать и выставить в сеть. Это тема очень большая, и там действительно есть о чем поговорить, и особенно о роли переводчиков, потому что у нас переводчики занимают… Вы же не будете Путину говорить, что ему нужно сказать Лукашенко. Правильно переводчик Путина не будет говорить? Ладно, Лукашенко… Будем выставлять в сеть, коллеги. Он не будет в сеть. Я только сказал, что будем выставлять в сеть. Но согласитесь, Путин с переводчиком будет разговаривать с Байденом, он же не будет слушать своего переводчика, как ему себя вести, он сам решит правильно, и Байден не будет слушать своего переводчика русского языка. У нас же такая сформировалась традиция, что переводчик, как правильно сказала Валентина Петровна, и мамка, и нянька, и делает все, что хочет. Нет, переводчик – это передатчик информации межкультурной, межъязыковой. Вот и все. И это, наверное, самое главное. Коллеги, спасибо огромное. Я просто как модератор буду чувствовать вину, потому что в программе заявлен дискуссант Алексей Юрьевич, и обязана дать ему три минуты. Алексей Юрьевич здесь с нами, поскольку Алексей Юрьевич планировал выступить с комментарием. Ну, по крайней мере, как мне сообщили инициаторы. Алексей Юрьевич, вы с нами? Сорокин Алексей Юрьевич, преподаватель кафедры информатики, вычислительной техники, академии, академии гражданской защиты. Добрый день. Алексей Юрьевич с нами. Есть контакт. Ну, я бы вот комментарий, какой хотел бы дать относительно вопроса стандартизации-нестандартизации языка. Вот, скажем так, основная цель задачи языка – это передача информации. То есть это средство реализации коммуникации между, ну, скажем так, людьми. То есть если язык не стандартизировать, мы оказываемся в ситуации, когда люди, скажем так, ну, допустим, имеют разности в… Одни живут в Москве, другие в Петербурге, условно. То есть у них вырабатываются свои какие-то, ну, диалекты, какие-то индивидуальные особенности, их речь, и они со временем будут утрачивать способность понимать друг друга. То есть это проблема. Поэтому вот все-таки, на мой взгляд, все-таки стандартизация быть должна. Без этого сама, ну, скажем так, само назначение языка, оно начинает страдать. Вот как-то так. А что вы будете вкладывать тогда в это понятие? Потому что, может, вы меня неправильно поняли. Я говорила, я-то занимаюсь творческими и нетворческими решениями. Я имела в виду, что мы стремимся к некой иногда универсализации, да, то есть, а творчество у нас на другой чашу весов, нестандартные решения. А вы про другое говорите, правильно? Вы знаете, там очень, мне кажется, важный вопрос этико-эстетическая проблематика. Вот я тоже сейчас выступала в музыке, в искусстве. Это одно, это развитие эстетической парадигмы. Там может быть пинобауш, там могут быть любые решения. А когда выступают и говорят о том, что создали язык по обучению русскому языку, как говорят грузчики, как говорят в каких-то ситуациях, совершенно нестандартно. То вы в обществе несете определенный другой стандарт. Это уже этика, потому что язык и взаимоотношения – это социоэтические моменты. Мне кажется, что сейчас очень часто это путают, а путать это невозможно, по большому счету. Потому что законы эстетики одни, а законы этические совершенно иные. Да-да-да, я вас поняла. Но я-то больше апеллировала к тому, что вот Алексей Евгеньевич говорил, что метафоры, образ – вот это сложно. Алексей Юрьевич, все-таки закончите. А что вы вкладываете в это понятие? Потому что там в чате у нас ответ, что… Вот у нас в чате есть ответ, что все-таки из разных регионов люди друг друга понимают. Да, вот я чат тоже успеваю читать. То есть, может быть, мы друг друга не поняли? Это важно. Нет, я… Хорошо, люди друг друга понимают. Вот просто, видимо… Ну, вот в чате я читаю. У глухих глухолоков Калининграда нет проблем в понимании. Вот это у нас в чате есть. Я бы хотела, чтобы вы на это ответили. Ну, нет понимания – хорошо. Вопрос тогда можно по-другому задать. Через 50 лет, без отсутствия, ну, вот именно стандартизация. У них уровень понимания сохранится или все-таки изменится? Мы-то должны думать стратегически на перспективу. То есть, вот с точки зрения профессиональной задачи, приведу пример. Вот Олимпиаду Сочи в 2014 году, когда организовывали, естественно, туда нагнали сотрудников полиции, НАСА, МЧСников, ФСБшники. Ну, в общем, вот определенной государственной службы. И стал вопрос о том, что вот среди всех категорий граждан, есть в частности категория граждан, граждан, с которой привычными способами коммуницировать будет нельзя. Переводчиков на всех не хватит. И вот встал вопрос о разработке каких-то вот примитивных разговорников хотя бы, чтобы можно было как-то объясниться. И вот с течением времени… То есть вы о качестве, вы о стандартизации качества. Все, я теперь поняла. То есть в любом случае это направление будет развиваться. В частности, то, что делает, допустим, Алексей Евгеньевич с именно его системой словаря. То есть это оказывает достаточно большое подспорье и с точки зрения фиксации, стандартизации, как бы обращения к этому для решения профессиональных задач, скажем так. Вот. У меня все. Спасибо. Спасибо, Алексей Евгеньевич. Все, спасибо. У нас поднятая рука Ольги Александровны. Ольга Александровна, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я прошу прощения, что я не включаю камеру. У нас в Новосибирске уже достаточно позднее время. Вот. У нас уже дискуссия, поэтому мы рады вам сказать. Да, на фотографии видите меня. По поводу стандартизации. Еще раз. Анна Анатольевна только что сказала, что язык принадлежит все-таки глухим, да. И чтобы вообще с ним работать, заниматься, нужно идти напрямую к носителям глухих из семей глухих. Так вот, есть Всемирная Федерация глухих, достаточно крупнейшая, серьезная организация, у которой есть документ, в котором четко написано про стандартизацию. Еще раз. Стандартизация – это прямой путь к уничтожению языка. Язык должен активно развиваться. И действительно глухие из Владивостока, Калининграда и так далее друг друга понимают. При этом есть естественная вещь, как диалектные различия. Так же, как мы в Новосибирске говорим мультифора, а в Питере говорят файл. То есть это тоже все известные вещи. Клубника Виктория, поребрик и так далее. То есть это достаточно такая известная вещь. Про диалекты. Друг друга не поняли. Про вариатив. Но я вам сейчас просто объясняю. Вы говорите про стандартизацию языка. Тут шла речь о другом, Ольга Александровна. Стандартизировать язык никто не стремится. Речь шла о КТ и делах. Я здесь не ошибаюсь как раз в своих значениях, потому что то, о чем говорят специалисты вокруг жестового языка, когда речь идет про стандартизацию, как раз речь идет о том, что жесты должны быть одинаковые от Калининграда до Владивостока. Именно в этом направлении говорят люди то, что я слышала сейчас. То есть я понимаю, что в лингвистике, в языкознании и стандартизации это совершенно другая вещь. Здесь речь идет. То есть на всех наших конференциях, переводчиков жестовых языков, на каких-либо других конференциях постоянно поднимается вопрос о том, что а что к чему, извините, да, там за разговорный сленг, на одно вот это слово существует два жеста. Какой кошмар. Давайте один уничтожим, второй оставим. То есть вот об этом идет речь. И почему мы с Анной Анатольевной очень, да, как бы экспрессивно на это реагируем, потому что действительно очень большая проблема. Стандартизация это... Но у нас такого вообще никогда не было. Мы когда говорим про стандартизацию, мы говорим про стандарты критериев качества, о том, чтобы сделать язык менее полисемантичным, по-моему, это какой-то... Вот о том и речь. О том и речь. То есть здесь как раз чаще всего мне всегда хочется задать вопрос, что те люди, которые мечтают о стандартизации жестового языка в том именно формате, как они ее трактуют, знают ли они что-либо о лингвистике, о языкознании, как вообще в базовых науках, о теории перевода в том числе. Да, вот у меня там комментарии к первому, ко второму, и к третьему докладу. Да, субъект перевода — это не глухой. Вот. То есть здесь тоже нужно как бы разложить некие моменты, да, то есть переводческого процесса. Вот сейчас я вижу также комментарии в чате, Лилита Слонян пишет, да, что разница есть, молодые не очень-то понимают. Действительно, мне 40 лет. Я мама 14-летней девочки-подростка. То есть мы обе слышащие, да, разговаривающие на русском языке. Я 40-летняя мама, не всегда понимаю свою 14-летнюю дочь, потому что современная лексика подростков очень отличается, да, от людей, которые, ну, допустим, я работаю в университете и разговариваю, там, скажем так, на другом языке, чем моя дочь. И это естественный процесс. Поэтому ни о какой стандартизации речи быть не может. Язык должен изучаться в той форме, в которой он есть. Я, простите, не запомнила, да, вот последнего выступающего по имени-отчеству. Я, насколько понимаю, вы говорите о стандартизации, потому что, наверное, занимаетесь каким-то программным обеспечением. Алексей Юрьевич? Да, и, скорее всего, вам просто нужен более компактный формат языка, чтобы его... Первый дайвальчик хочет сказать. Не, я отвечу, если хотите. Вот с удовольствием. Наверное, да, все-таки стандартизация не совсем. Вот оставить жестовый язык в стороне. Прошу прощения, что я вкручиваю. Алексей Юрьевич, прошу прощения, что перебиваю. Здесь вот видно, что Валентина Петровна Акамнева очень... Да, да. Сейчас Алексей Юрьевич ответит, и мы дадим слово Валентине Петровне. Я здесь модератор, Алексей Евгеньевич. Да, я просто вот о чем. Вот ребенок родился, допустим, в случае семьи. Он в любом случае начинает осваивать, ну, тот язык, на котором говорит семья. Ну, допустим, русский. Вот возьмем Россию. Что происходит дальше? Дальше ребенок идет в школу, и ему язык преподают, как некую систему знаний. Есть определенные правила, как все должно выстраиваться. И то есть вот в жестовом языке, на мой взгляд, должно быть то же самое. Я согласен с тем, что носителями жестового языка, безусловно, являются глухие. И отталкиваться надо от них. Но вот развитие языка, чтобы тогда оно было согласовано, чтобы рассогласованности не было, вот я за что. Всего лишь навсего. Коллеги, я поняла вашу проблему. Да, я вас понимаю. Я поняла. У вас, видимо, проблемы. Здесь вопрос о педагогическом подходе. Педагогический подход к воспитанию глухих детей в России совершенно не тот, который нужен. И в Европе, в Америке он действительно нормальный педагогический подход. Поэтому действительно наши глухие дети не имеют возможности общаться со взрослыми глухими, начиная с момента рождения, на период детского сада, и на период школы. И глухих детей воспитывают слышащие люди, внося им культуру, да, и не учитывая их особенности мировосприятия, их особенности работы и функций мозга, когда слуховая информация через слух не поступает, а поступают только визуальные информации. Поэтому здесь больше педагогическая проблема. Если мы сейчас в эти дебри уйдем, мы оттуда тоже не вылезем, да, то есть это тоже об этом массу шагу. Ну, мне это видится скорее не как педагогическая проблема, мне это видится, это проблема всех восточных языков, да, по восточным языкам все у нас учебники написаны на одном, так называемом, литературном, вот что арабский язык, что китайский язык. Потом у нас студенты заканчивают, да, курс китайского, арабского языка и едут непосредственно в страны. И там они понимают, что есть масса версий этих языков. Но это же не значит, что не должно быть учебника о том литературном, на котором они учатся, да, потому что потом они погружаются уже в эту диалектальную среду и осваивают ту версию разговорную восточного языка, именно в том месте Китая, когда они приехали работать. Вот мне кажется, у вас что-то похожее, да, но при этом никто не отменял учебники есть и по теории восточных языков, и по практике восточных языков, то, что что-то осваивать надо, некую универсальную историю, для того, чтобы появились опции. Так, Валентина Петровна, пожалуйста, Валентина Петровна, пожалуйста, потом у нас лили поднятая рука. Валентина Петровна, микрофон, микрофон забыли, Валентина Петровна. Микрофон, Валентина Петровна. Уважаемые коллеги, я маленький пример приведу. Я достаточно много езжу, и жестовый язык у людей моего поколения, его раньше называли нормированным жестовым языком, да. Я понимаю, что в любом языке существует, ну, разновидности, диалекты, сленг, разговорный, там, и так далее, и тому подобное. Ну, ставить во главу угла, я считаю, разговорный нельзя. Любой язык развивается, но изучать нужно. Именно нормированный, почему я говорю нормированный? В СССР, в СССР, когда готовили переводчиков жестового языка, в ходу был нормированный язык, но это никак не влияло на то, как развивался жестовый язык, и как разговаривали глухие между собой. То есть я как бы видела это воочию, и я считаю, что развиваться язык должен и так, и так, потому что если конференция, выходит переводчик, который владеет, ну, к примеру, дальневосточным диалектом, все, и понеслась душа по кочке, а что он сказал, что он сказал, мы не поняли жеста. Может быть, это нормированный язык, потому что у нас с вами есть литературный, у нас с вами есть язык, принятый в деловой и официальной сфере, то есть мы же в деловой и официальной сфере не говорим типа того, я к примеру говорю, то есть как бы существуют определенные нормы, которые мы можем использовать, которые нет. Точно так же при написании учебника мы не говорим, а вот этот хрен с горы, извините за бедность речи, то есть ее пятое-десятое, то есть какие-то рамки официального общения должны быть. И почему я еще говорю? Потому что есть совершенно конкретное обозначение нормированного языка. Почему? Потому что в основном, в основном, когда я, допустим, осуществляю обратный перевод, идиома, наречия, так сказать, и так далее, это все, да, это все замечательное, богатое и безумно интересное, когда я получаю сообщение, встреч фафа. Вот, жест. Встреч фафа. Я думаю, где мы встречаемся? Кто угадает? Все, я перевожу на жестовый язык, и понимаю, что, причем фафа, а перевожу на жестовый язык, и прекрасно понимаю, что встречаемся в то же время, в том же месте, тем же составом. Понимаете? Это особенности любого языка, идиоматика, пословица, поговорки, крылатые выражения, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, может быть, это путать нельзя. Почему? Потому что, когда мы преподаем жестовый язык, мы преподаем еще и жесты, синонимы, и так далее, идиоматику, и прочее, прочее. Может быть, да, таким образом, потому что, еще раз повторю, и лично я училась, и лично, и четко знаю, что на конференциях, на международных конференциях, на крупных мероприятиях, все-таки мы используем больше язык, понятный всем. Может быть, это называют нормированным языком. Я не думаю, что он будет ущемлять, потому что у нас с вами есть разговорный, у нас с вами есть много чего в русском языке, одно другому не мешает. Может быть, с этой точки зрения подойти. Я могу быть неправа. Валентина Петровна, спасибо вам большое. Валентина Петровна, дорогие коллеги, мне сейчас организаторы позвонили, они же должны еще все это конвертировать, да, то есть из зума все это в запись. У них это займет, вы представляете, сколько времени, они очень нас просят завершать. Я вам всем очень благодарна. Мне кажется, главное достижение нашей сегодняшней встречи, во-первых, что мы все вместе, да, здесь у нас супер-мега-специалисты. Я предлагаю, после того, как мы завершим, то есть я сейчас вот закроется, сфотографирую весь чат, да, запрошу у всех коллег еще раз контакты, да, с Антонией, мы на связи, да, потому что, как выяснилось, буквально вчера, что мы еще в одном вузе работаем, я ничего этого не знала. Вот теперь буду знать, да, и просто нам нужно чаще встречаться, потому что я безумно жалею, что вот мы это видим, 18 человек, значит, пожалуйста, единственное, если вдруг сейчас кто-то возражает про общий доступ, напишите мне, потому что, если хотя бы один человек будет возражать про выставление части каких-то, можно там порезать какие-то вещи, но мы ничего резать не будем, но подумаешь, упомянули там некоторых лидеров, да, МГИМО может как-то, может возмутиться, но вдруг не возмутятся. Но я бы очень хотела, чтобы была запись и чтобы ее увидело все профессиональное переводческое сообщество, не только те, кто занимается именно жестовым языком, не только те, кто занимается жестовым языком, потому что нас много, тех, кто сегодня просто для себя открыли новую планету. И мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжали. Договорились, коллеги? Договорились. То ли нас уже отключили. Проще спросить, кто возражает, чтобы написали в чате. Да, я так и написала. Кто возражает? Видите, как вы деликатно разговариваете, а если бы мы говорили как на телевидении, было бы все по-другому. Вот эти этические нормы, они передаются. А если бы как есть, то как есть, мы бы кричали и перебивали друг друга. Вот это же тоже... Нет, коллеги, меня коллеги предпросили как профессионального модератора, потому что я тоже решила очень большой межрегиональный проект, где мне нужно было примирить всю страну. Нам удалось, хотя многие были из разных частей, поэтому я стараюсь, чтобы все абсолютно ушли с любой встречи счастливыми и довольными. Поэтому если где-то я не очень успешно сработала, только потому, что с вами в вашей теме я впервые. Простите меня за это, но я думаю, что мы еще сто раз пересечемся. Да, конечно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Отдельное спасибо за прекрасную модерацию. Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам огромное. До свидания, коллеги. Спасибо. Всем приступим. Всем, всем, огромное спасибо. Спасибо. Очень много хотели подключиться, но у них не получилось. Не знаю, это какая причина. Но вместе с этим запись необходима. И всем, прекрасное выступление. Большое спасибо. Сделаем. Обязательно сделаем. Обещаю. Буду писать организаторам. До свидания, коллеги. До свидания. до свидания.